Уже через несколько минут на эту сцену выйдет 7 прекрасных студенток Полесского государственного университета, чтобы побороться за корону в престижном международном конкурсе «Королева весна-2014». Критерии отбора девушек очень строгие. Они должны быть не моложе 17 лет и не старше 25, должны быть не связаны с семейными узами и иметь безупречную биографию. Потенциальная королева красоты должна быть яркой индивидуальностью и обладать способностью презентовать себя и свои таланты. 7 девушек самых красивых, самых умных, замечательных будут сегодня соревноваться, чтобы получить титул «Королева весна». 4 конкурса предстоит им пройти, чтобы добиться этого титула. Участницы должны были рассказать о себе, ответить на вопросы жюри, показать художественный номер и продемонстрировать дефиле в свадебных платьях. В перерыве между испытаниями нам удалось пообщаться с участницами, которые всячески пытались скрыть свое волнение. У кого-то это получалось хорошо, а у кого-то не очень. Вы волнуетесь, справились с волной? Да, справилась, все будет хорошо. Не нервничаете? Все нормально. Как оцениваете свои шансы? Думаю, шансы велики. Ну, у всех тоже велики, но хотелось бы победить. Чувствуете, Екатерина, что вы не волнуетесь в полте? Волнуюсь, но стараюсь держать это в себе. Ну, а какие шансы? Вообще все девушки достойные, я думаю, борьба будет жестокой. Жестокая борьба за победу развернулась только на сцене, отчего шоу было еще интереснее. А вот за кулисами девушки конкурировать и, мало того, ломать каблуки явно не собирались, а наоборот, только милые, почти дружеское общение друг с другом. У зрителей в зале в самый разгар конкурса мы поинтересовались, за кого они пришли поболеть. Я считаю, что каждая девушка, безусловно, достойна победы, но я знакома лично с Екатериной Бутгусаим, и я могу сказать, что она очень харизматичная, веселая и добрая девушка. Я уверена, что все у нее получится, и она победит в этом конкурсе. Сегодня болею за номер 7, Бернат Екатерина, так как она веселая, умная, добрая и красивая. Болею за Бернат Катю, она самая красивая, общительная и умная, а это главное. За Екатерину Бутгусаим. Мы считаем за номер 7 Бернат Катю, она наша любимая одноклубница, мы ей помогаем танцевать, поэтому очень надеемся, что она победит. Я считаю, что все достойны, но я бы все-таки выделила Бернат Екатерину. А для меня герои в нашем времени, это... Я считаю, что она... Ну, есть ли какая-то искра, которая выделяется? Они все красивые, талантливые, сногсшибательные, очаровательные. Большинство голосов в копилку Бернард Екатерины, однако у жюри на этот счет есть свое мнение. По моему мнению, очень хорошо по фигуре и по всем параметрам, ну, девушка первого курса, понимаю, она немножко стесняется и так далее. Это Гомон Виктория. И уже спустя 10 минут после тайного совещания жюри Николай Луговской, второй секретарь областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи, уже на сцене объявляет Гомон Викторию победительницей. Королева весна 2014 объявляет законом... Виктория надела корону победительницы предыдущая. Королева весна 2013, Светлана Михеева. Кстати, Виктория родом из Толина и в своем родном городе уже становилась победительницей конкурса красоты, поэтому ей не впервые приходится примерять корону. Все просто переполняет. Я вообще не ожидала такого поворота событий, то, что я смогу выиграть. Кстати, на протяжении многих лет финал конкурса Королева весна проходил всегда в Минске. В этом же году он пройдет в Санкт-Петербурге. С 12 по 17 апреля в северной столице будут выступать победительницы студенческих конкурсов красоты и артистического мастерства из 20 стран мира. И мы пожелаем удачи Виктории. Возможно, ей удастся дойти до финала конкурса. Всем женщинам и девушкам поздравляю с 8 марта. Желаю счастья, искренней любви, всего самого наилучшего. Всего вам хорошего.